здравствуйте приветствую вас на своем канале мир модной одежды в прошлом видео я рассказывала вам что мне в интернете понравилось одно платье и мы строили выкройку для него моделировали ссылка на это видео в правом верхнем углу а сегодня я расскажу вам как его шить и покажу что у меня получилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайк делитесь с друзьями как я краю это платье натуральную величину показать практически невозможно потому что детали получились очень большие платье широкое длинное поэтому я покажу вам на макете расход ткани будет зависеть от того какой ширины вы покупаете ткань но в общем и целом это скорее всего будет две длины пусть длина рукава все детали выкраем в разложенном виде только спинка у нас идет со сгибом и вот этот приточной поясочек тоже идет со сгибом сейчас я вам показываю как его надо выкрасть складываем ткань попала выкраем и учитывая припуски ножов вырезаем итак все детали у нас готовы приступаем к сборке теперь надо определиться в каком порядке и как все это сшивать подкройную деталь переда надо присборить сверху по линии пришива сейчас на макете я вам покажу утрированно как это будет выглядеть вот таким образом у нас должна быть пришить пришита ответная деталь и сюда же мы вставляем височек пришиваем и вот таким образом вначале пришиваем верхнюю строчку а потом пришиваем по центру как это сделать смотрите далее видео вам сейчас объясняю последовательность работы после того как мы пришли атлетную деталь мы пришиваем к переду спинку по плечевым швам и по боковым но перед этим боковые швы мы пришиваем карманы далее мы обрабатываем горловину и пришиваем боковом теперь буду показывать пошагово берем атлетную деталь и по верху принады нам на ее присборить для этого мы прокладываем на машинке строчку для того чтобы этой строчка можно было присборить верхнюю нить мы ослабляем нижнюю натяжение нижней нитки оставляем прежней и шьем на самым большим длине стежка после того как прострочили тянем за нижнюю нить от челнока и равномерно присобираем ткань теперь нам надо сметать отлетную деталь с поясочком вначале мы их скалываем присбориваем деталь отлетную до нужного размера вначале скалываем потом сметываем поскольку у нас достаточно сложная здесь будет технология пришива поэтому надо сметать вначале мы скололи потом сметали теперь надо пришивать для того чтобы аккуратно вшить такую деталь надо найти точку пересечения между линиями пришива вертикальной и горизонтальной вот эта точка пересечения до нее нам надо сделать разрез не стесняйтесь просто сделайте разрез точно до этой точки теперь от вас требуется внимательность и аккуратность на каждой сшиваемой детали есть точка пересечения линии пришива и вот эти точки между собой надо соединить аккуратно прокалываем иголочкой в эту точку на отлетной детали и здесь ее вкалываем именно в точку до которой мы разрезали и начинаем приметать скололи и приметали по большому счету ничего сложного немного терпения и аккуратности скололи и сметали по одной стороне следующим этапом нам надо будет сшить эти детали по другой стороне приметали теперь мы возвращаемся к углу за счет того что мы разрезали деталь до точки пересечения мы можем развернуть эту деталь до нужного нам размера и начать пришивать другую сторону вот здесь мы развернули раскладываем ткань вдоль другой детали и начинаем пришивать другую сторону после того как мы сметали у нас получается вот таким образом строчка прямая в эту сторону линия пришива и в эту теперь нам надо будет пристрочить вот . идет доходит до точки до которой мы разрезали и поворачивать другую сторону ничего страшного когда мы сострачиваем эти детали на машинке мы доходим строчка доходит до самого угла опускаем в эту точку до которой мы разрезали иголку останавливаемся опускаем иголку поднимаем лапку и разворачиваем всю ткань вокруг иголки разворачиваем другую сторону и начинаем строчить дальше выворачиваем изделие на лицевую сторону и вот у нас получился такой красиво обработанный угол спинка у нас уже выкроены теперь наша задача спешить полочку и спинку по плечам и боковым швам но у нас есть карманы сейчас мы будем делать карманы на примерке отмечаем место где нам было бы удобно иметь карманы для рук на вход в карман по боковому шву оставляем 15 сантиметров обязательно делаем надсечки чтобы у нас потом не потерялись наши чертежи и начинаем делать выкройку кармана вот так чтобы было удобно руке в этом кармане обрисовываете руку размер глубина кармана такой какой нужен вам в зависимости от того что вы хотите туда положить далее выкраиваем карманы и должно быть четыре детали и дальше наша задача пришить карманы прикладываем карманы лицу к лицу в соответствии с метками которые у нас есть оставляем припуски на шов сверху и снизу пристрачиваем карманы передней половине платье к задней слева и справа пристрачиваем далее складываем по боковому шву лицо к лицу и вот у нас получился такой карман теперь нам надо прострочить боковое шов и карман вместе после того как мы прострочили обязательно надо обработать боковые швы и конечно срез кармана и не забывайте что обязательно надо утюжить все швы далее обрабатываем горловину косой обтачкой как это делать смотри видео ссылка в правом верхнем углу экрана и можно пришивать рукава скалываем рукава прострачиваем и обрабатываем швы рукав у нас будет с манжетой сегодня мы сошьем самый простой способ манжеты самый хитрый наверное подворачиваем рукав на величину манжеты и по сгибу делаем строчку прострочили и еще раз подворачиваем этот манжет на ту же самую величину и и снова прострачиваем теперь же три слоя ткани чтобы было поаккуратнее можно заколоть или сметать смотрите какой симпатичный рукавчик с манжетой у нас получился далее для того чтобы вшить рукав нам необходимо сделать сборку по окату рукава делаем это на машинке опять же ослабляя натяжение верхней нитки ставя самую большую длину стежка и строчим сейчас я вам покажу удивительный способ пришивания вточного рукава когда рукав садится всегда с первого раза без проблем для этого мы должны присборить рукав так чтобы при примерке длина рукава совпала с длиной проймы для этого мы прикладываем рукав к пройме и если длина совпадает то мы начинаем метывать рукав сметывать скалывать начинаем с головки рукава соединяем центр рукава с плечевым швом и вправо и влево прикалываем рукав где-то до середины рукава при этом мы совсем не пытаемся соединить середину рукава с боковым швом а сейчас внимание самое главное дальше мы поднимаем рукав на две руки один палец около плечевого шва на кате рукава на верхушке едва по бокам встряхиваем это сооружение и как лег рукав по отношению к боковой части платья вот так мы его и приметываем он может выступать он может немножко заглубиться он может быть вровень вы не пытаетесь подтянуть рукав к боковушке платья вот видите немножко туда поглубже сел это нормально вот так и приметываете при такой технологии рукав садится идеально с первого раза возьмите себе это на вооружение платье практически готово осталось только подогнуть подол мы будем подгибать в две строчки подогнули на сантиметр прострочили и подогнули еще раз и снова прострочили платье готово теперь у меня есть новое летние совершенно модное платье в нем очень легко просторно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк делитесь с друзьями